Всех снова приветствую, с вами Ключ и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я вновь расскажу за кого же голосовать на вторых ежемесячных финалах апреля в абсолютно всех регионах. То бишь Азия, АПАК, ЕМЕА, Европа, Южная Америка и Северная Америка соответственно, как это было в прошлый раз. Пройдут эти ежемесячные уже в эти выходные 27 и 28 апреля на сайте eventbrowstars.com или же на канале Brawl Stars eSports. Главной наградой всей этой эпопеи станет пинчик Рагнарёка и дополнительно 9 стардропов. Перед вами сейчас все 4 сетки всех регионов. Мы разберем каждый по порядку, поэтому напомню, что в описании всегда будут таймкоды нужного вам региона. Так что если вам нужен конкретный регион, вы знаете что нужно сделать. Вся остальная важная информация будет в описании, ну а теперь не будем медлить и тянуть. Поэтому перейдем к региону АПАК. Ну что ж, Asia Pacific, начинаем мы с тебя и начинаем мы с первой четвертьфинальной пары. Это Never Back Down, которые были уже в прошлом ежемесячном и Coco Loco. Я не помню, были они или нет, по-моему не было. Но, тем не менее, состав у них что-то около среднего, но мне лично кажется, что все-таки Never Back Down будут поинтереснее по своим результатам. Как-никак они почти смогли просто взять и выиграть у Ракунов в прошлом месяце. Увы, не получилось, но все-таки ставим на них и идем дальше. Team S1 и, конечно же, наши известнейшие Crazy Raccoon. Ну, здесь, я думаю, не надо быть многословным. Я думаю, здесь Crazy Raccoon должны уж победить. Ну, потому что Team S1 все-таки показали себя не очень хорошо. Хорошо так относительно, но Ракуны просто, ну... Мы знаем, что это лютые машины, которые реально готовы в любой момент разорвать. В общем, ставим на них и дальше идем. У нас Revenant Esports против команды... Как бы я ее назвал-то, ну... Против команды Черных Лошадок. Только так я их могу назвать, на самом деле. Ну, действительно, Анжелик показали что-то невероятное. Они выиграли в прошлый раз Ревенантов и почти выиграли Ракун, тем самым почти выиграли ежемесячный финал. Это было просто что-то невероятное. Действительно, просто темные лошадки просто затесались в регионе Апак. Но, тем не менее, я не знаю, это была одноразовая акция или же нет. Или же это будет будущее Азета 2.0. Мы этого не знаем, но я предпочту все-таки выбрать Ревенантов. Все-таки у них состав более стабильный, проверенный именно временем. Да, будет шок, если Анжелик во второй раз покажут тебя очень хорошо. Я бы был даже на самом деле рад. Не знаю, как вы, но в целом мне нравится, когда больше конкуренции. Потому что Апак сам по себе не супер конкурентный регион, но все равно. Что ж, ставим здесь на Ревенант. И следующая пара у нас. Нави. Да, Нави. Те самые, которые у нас были СНГ состав в прошлом году. В этом году уже все поменялось. Но на прошлом ежемесячном они не отобрались. Но на этом ежемесячном они заняли топ-1. И они выиграли Ракунов со счетом 2.0. Что я несу? Со счетом 2.0. То есть, уху, это был просто невероятный какой-то нонсенс. В общем, Нави что-то действительно лютое показали. Ну и в этом месяце также отобралась команда 3R Gaming. И в целом, на самом деле, у них состав, ну, такой хорошенький. Но мне кажется, Нави, ну, здесь должны вытащить. Как бы за них я уже не топлю. Понятно почему. Но в целом, состав мне привлекательен достаточно. Потому что там и Ачапи есть. И мне достаточно нравится их состав. В общем, даже в целом. Если не говорить нравится, не нравится. Тут Нави должны по-любому проходить. В целом, по скилу они должны быть выше. Как минимум, на голову 3R Gaming. Ну, а теперь, наконец-таки, полуфинальные пары. Это у нас Never Back Down против Crazy Raccoon. Ну, тут, если честно, даже смешно что-то говорить и комментировать. Ну, тут просто ракуны, еноты проходят в финал. Прямая путевочка, по идее, должна быть. Хотя, могут пободаться. И, как я уже говорил до этого, Never Back Down почти выиграли ракунов. Ну, я до сих пор думаю, что это недоразумение. Но все равно, мало ли что. Дальше у нас тут Revenant, Esports против Natus Vincere. Тех самых. Честно, я даже не знаю, что тут можно ожидать. Можно ли ожидать, что Revenant пройдет в финал? Или вообще Анжелик пройдет? Или еще что-то подобное. Кстати, что я хотел сказать, друзья. Если вы хотите, чтобы я делал немножечко еще, улучшил предикты в том плане, что, например, если бы прошли не Revenant, а Анжелик, на кого бы пришлось бы ставить? Потому что, когда иногда происходит ежемесячно, я смотрю, и когда они составят предикты, я понимаю, что, а вдруг какой-нибудь будет другой результат, не который я ставил. И, собственно, вы-то не знаете, как поставить. Да, конечно, приходится как-то уже самому решать, но было бы, наверное, прикольнее придумывать это все заранее. Пишите в комментариях, если бы хотели данное видеть. Ну что ж, я что-то заговорился немножечко. А Кревинант против Na'Vi. Я думаю, просто попробуем поверить в Na'Vi состав. Возможно, действительно, они докажут, что они Na'Vi, они все-таки не хухры-мухры. Реально такая достаточно достойная организация. И пройдут финал, где уже встретятся с Крейзи Ракун. И, возможно, будет даже матч-реванш уже бо-5, а не бо-3, как было на отборах. Ну, здесь все-таки, я думаю, Крейзи Ракун должны быть просто гигантами, величественными гигантами. И должны выиграть весь ежемесячный регион Ассия-Пацифик. Что ж, думаю, все ясно. А теперь идем в следующий регион, а именно Европа. Всеми любимый, как говорится. Ну что, всеми самый любимый, как уже я говорил, региончик, как я думаю, для большинства 100% и самый такой ожидаемый, горяченький, как пирожки. Что ж, это Европа, и мы начинаем с первого четвертьфинального матча. Что ж, я даже не знаю, какие нам матчи будут транслировать, а какие нет, потому что Supercell решили сделать, точнее, организаторы решили сделать, что будут два матча показываться на основной трансляции, два будут где-то, где-то непонятно где. Не очень решение, но как уже решили, так сделали. Что ж, первый матч, я думаю, нам покажут. Это СК против Рипли Тотем. Но самый прикол в том, что эта пара уже была в прошлом ежемесячном. И, скорее всего, тут просто Тотем, просто гудбай, СК просто сожрут. Просто они что-то невероятное показали, просто в нулину всех съели. Съели, я не знаю, как это у них получилось. Я знал, что СК будут бомбовым составом. Я планировала, что, скорее всего, они выиграют ежемесячный. Но не настолько жестко же. Но, ребята, что вы творите? Что ж, СК здесь проходит. Я все-таки надеюсь, что будет 3-1 счет, не 3-0. Или хотя бы 3-2. Но в победу СК. Вот. Не обижаю, конечно же, фанатов Тотема. Но, если честно, у Тотема сейчас состав не самый лучший. И эра у них сейчас не самая лучшая. Но, надеюсь, у них все будет поинтереснее в будущем. Ну и надеюсь, что им в следующем ежемесячном не дадут СК в виде противника. Иначе это будет просто тотальный крах. Следующая пара у нас что-то около среднего. Но, во-первых, начнем с того, что, наконец-то, Кебаб, то бишь турки, которые очень долго пытались пройти сюда, они прошли на это ежемесячный. Это первый их ежемесячный в их истории. Кто не знает, это Тир-А команда, которая может выиграть любую Тир-С команду, а иногда может проиграть самым слабым. В общем, их болтает туда-сюда. Их нельзя недооценивать. Но лично я пока очень не уверена, смогут ли они выиграть Хамбл. Потому что Хамбл сейчас на такой лютой высоте. Они после первого ежемесячного просто реально очень такой опечаток для меня оставили. Поэтому, все-таки, я думаю, здесь будет Хамбл посильнее. Что ж, дальше у нас Зетта против БЦ Гейминг. Самое интересное то, что в матч за выход на отборах Зетта выиграла лишь со счетом 2-1. Что здесь будет, мы не знаем. БЦ в своем твиттере писали, что они готовы разрывать Зетту. Зетта сейчас не в самой лучшей форме. Но, все-таки, может, Зетта будет сильнее. Я все-таки верю, что Зетта выиграет и пройдет. Потому что БЦ не самые сложные противники. Не самые легкие, но все-таки это Зетта. Чемпионы. Куда? Куда? Давайте Зетта. Соберитесь, как говорится. Поэтому Зетта проходит дальше. Я думаю, для них это по силам все-таки. А дальше очень интересная пара. Океан с Гейминг. Наши огурчики, конечно же. И против Эклипсар Е-спорт. Которые поменяли свой состав. Теперь там Мебиус играет. И, блин, очень интересные составы. Жаркая встреча. Но, я думаю, со счетом 3-1. Или... Ну, ладно. Нет, 3-1. Океанусы пройдут дальше. Тут чисто полностью. Как считаю, даже без всяких подкупов. Нет, меня не подкупили, честно. Так что Океанусы проходят. Тут, в целом, я думаю, Эклипсар не хватит. Еще сил. Еще не до конца разыгрались. Поэтому ждем, конечно, в следующих месяцах. То, что они будут показывать какие-то результаты. Но пока что я больше верю в Океанусов. Следующая, получается, пара. Это у нас уже полуфинал. Это СК против Хамбл. Как финал в прошлом ежемесячном. Даже, если честно, не знаю, можно ли верить в Хамбл. Но, да, у них сильный состав. Но, блин, СК, они прям что-то невероятно творят. Вытворяют просто лютые молодые. Все-таки я поставлю на них. Со счетом, наверное, 3-1. Скорее всего, они пройдут в финал. Вот так вот. Дальше. СК против Океанусов. Здесь сложный выбор, если честно. Потому что... Ну, как бы... Да, ну... Просто прикол в том, что за Океанусов, наверное, большинство из нас просто топят. Потому что они просто хотят, чтобы выиграли. Но если смотреть так, просто с другой стороны, СК сильнее Океанусов? Наверное, да. Но насколько? И сильнее ли сейчас в своей форме? Может, они стали лучше после прошлого ежемесячного? Кто их знает вообще? Ну, давайте так. Я поставлю на Зету. Давайте попробуем так. И в финал у нас будет СК Гейминг против Z Division. Но здесь я ставлю на СК. Скорее всего, будет победа их. Уже второй ежемесячный. Пока что непонятно. Все это надо разбирать. Как я уже говорил, первые ежемесячные, они самые сложные. Потому что непонятно, кто в какой форме. Еще надо понимать, все это разбираться, смотреть, анализировать. Еще турниров толком нету. Еще и ESL объединились с БСЦ. И теперь получается так, что ESL отдельно нету. И теперь надо... У нас только КСАК, получается, остается из таких крупных турниров. В общем, да. Пока непонятно все. Но ЕМИА закончила. А теперь идем в следующий регион. А именно Южная Америка. Самый, как по мне, непредсказуемый регион. Но тем не менее, я повыбирал. Надеюсь, предикты будут правильными. Погнали. Ну что, погнали Южную Америку покорять. Как говорится, и первая четвертьфинальная пара у нас. Калабрес СФА против Маруэкас. Че-то мне это напоминает. Как и Скай Татэ. Эм, да. Кажись, это была пара в прошлом ежемесячном. Не правда ли, да? И там Калабресос просто раскатали Маруэкасов 3-0. Я, конечно, ожидал, что они выиграют. Но не 3-0 же. Ну, блин, ну это было реально круто. Но здесь также ставим на Калабресос. Действительно, у них очень хороший состав. Это, по-моему, бывший наунс. Не точно. Конечно, составы тут поменялись немножечко. Где-то какие-то игроки затесались. Но что-то около того. Но это им, к сожалению, не дало выиграть ежемесячный. Выиграли, по-моему, сейчасшний Эскей Калалас. И, возможно, они даже сделают в этот раз то же самое. Давайте в этом убедимся. Но до этого посмотрим следующие пары. А именно, Тим Куэса против Левел Еспортс. Левел Еспортс впервые вышли на ежемесячный финал в этом году. В прошлом они уже участвовали. Году я имею в виду. Но состав у них сейчас какой-то не очень по сравнению с Тим Куэса. Поэтому Тим Куэса проходит дальше в полуфинал к Калабресосам. И дальше идем. Третий четверть финал у нас Эскей Калалас против Эфей Мини Пекас. Мини Пекас чуть ослабли по составу. У них появился третий игрок, которого, по-моему, я даже никогда не видел еще до этого. А вот Эскей Калалас подписали достаточно сильный состав. И я уверен в них, что они пройдут в полуфинал. А возможно и в финал. И возможно вообще выиграют ежемесячный. Но для начала они проходят в полуфинал. Дальше. Две просто самые неизвестнейшие команды. Просто из ноунейм игроков. Но не значит, что они ноу-скил. Что ж, я здесь поставил на Олимпо сквад. Здесь что-то, блин, непонятное. Но я поставил на Олимпо. И верю в них, что они выиграют и пройдут в полуфинал. Первые полуфинальные пары у нас Калабресос против Тим Куэса. Здесь достаточно интересный матч. Но все-таки Калабресос больше опыта имеют. И в целом попрофессиональнее. И выступали на крупной сцене. Я думаю, они выйдут в финал. И будут первыми финалистами в этом ежемесячном. Дальше у нас Эскей Калалас против Олимпо сквад. Здесь просто они пролетают. Наилегчайший. И Эскей Калалас выходит в финал Калабресосом. И здесь у нас достаточно интересно. Будет. Потому что я, честно, не знаю, на кого ставить. Я вот, черт возьми, не знаю, на кого ставить. Две команды очень сильные. В прошлый раз выиграли как раз-таки Калаласос. Если не ошибаюсь. Ну, давайте поставим на них. Ну, или не на них. Я не знаю. Это самый непредсказуемый будет финал. Давайте я поставлю на Калабресос. Здесь очень... Две очень такие противоречивые команды. И одна может выиграть. И другая. Это было как в прошлом году. Здесь непонятно, блин, кто выиграет точно. Здесь просто русская рулетка. 50 на 50. Как говорится, 50-50. Ну, давайте я поставлю на Калабресос. И на этом у нас все. Остался последний регион. Это Северная Америка. Так что полетели. Ну что, последний регион у нас остался. Это Северная Америка. И начинаем мы с пары Трайб Гейминг против Джоан. Или Хуан Карлос Тим. Обе команды очень-очень сильные. Но здесь по факту все-таки, мне кажется, Трайбы будут посильнее. Здесь очень, да, противоречиво. Но Трайбы, как по мне, должны выйти в полуфинал. Может произойти, что Хуан Карлос Тим выиграют. Потому что состав у них достаточно жесткий. Но ставьте здесь, как желаете. Но лично, мне кажется, Трайбы будут поопытнее и посильнее в этом плане. Ну и как-никак защищают честь организации. Им нельзя проигрывать каким-то там командам без организации. Так что они пройдут у нас дальше. Следующая пара у нас достаточно интересная. Это Realm 1 против 512. Я так и буду называть 512. 512 неизвестные игроки. Не означает, что они лоу-скильные. Но здесь все-таки Realm 1, по-моему, уже отбирались. Даже на прошлый ежемесячный. Поправьте, что в комментариях, если не отбирались. Но я помню, что такая команда точно хоть раз, но была. Поэтому, думаю, у них опыта будет побольше. И они пройдут в пару к Трайбам. Дальше у нас идут Remaining 7 против West Coast. В этой паре я здесь вообще до конца не уверена, что именно Remaining 7 пройдут дальше. Потому что West Coast здесь у нас Чепо. Shine из известных мне игроков. Они достаточно сильны. И, может быть, окажутся как темные лошадки. Хотя, по факту, они были в прошлом году. Отбирались. Но здесь ставлено Remaining 7. По идее, они должны быть сильнее. Следующая пара. Наконец-то у нас отобрались из TMN. Второе место, напомню, они заняли на мировом финале 23-го года. Играет против DC Team. DC Team вообще неизвестные нам ребята из Мексики. Но стамина, понятно, на несколько голов должны быть выше. И, по идее, для них это даже 3-0. Поэтому, конечно же, они проходят дальше. Полуфинал у нас Tribe Gaming против Real Ones. Здесь для Трайбов идет достаточно легкий полуфинал. И они проходят в финал. Немножечко даже тавтологично звучало. Ну да ладно. Remaining 7 против STMN. Я не помню, что был какой-то случай, что Remaining 7 выиграли у стамины. По-моему, такого не было. Но всякое может быть. Команда достаточно неплохая, сильная. И может попробовать одолеть. Но стамины, мне кажется, пройдут. Кстати, в этом месяце Space Station Gaming и Luminosity не прошли. Вот что интересно, что Luminosity не прошли. А стамины прошли. Ладно. У нас финал. Это Tribe против стамины. Просто два мегагиганта региона. Ну, помимо Luminosity, понятное дело, еще. Собрались в одном финале. И здесь будет лютая заруба, лютая схватка. Честно, даже не знаю. Обе команды, ну, я думаю, очевидно, что очень сильны. И можно ставить на любую. Это как в Южной Америке. Не до конца понятно, кто будет самый, так скажем, чемпион. Но даже без предвзятости, наверное, либо Tribe, либо Stamina. В общем, пусть у нас будут именно Stamina, и они станут чемпионами этого ежемесячного. Фух, ну вот и закончился с пидран этих апрельских ежемесячных финалов во всех регионах. Надеюсь, это действительно было полезно, и я вам помог. Если это действительно так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и пишите ваши комментарии с правками, с предиктами, с пожеланиями, что добавить в подобные типы роликов. Это действительно очень важно и действительно поддерживает, иногда даже мотивирует что-то продолжать делать. С вами был ваш Ключ. Надеюсь, опять же, помог. Всем удачи. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok